Еще нам нужно одно определение, прежде чем доказывать вот эту вот теорему, да? Еще одно определение, которое здесь потребуется, это свертка двух функций, свертка двух функций f и g. Свертка двух функций f и g. Это новая, значит, обозначается f и звездочка g. Это новая функция, которая вычисляется вот по такой форме. Значит, новая функция, давайте посмотрим, какого у нее смысла, зачем вообще она нам тут нужна. Давайте рассмотрим пример. Вот пусть f это будет характеристическая функция какого-то множества a, а g это будет характеристическая функция какого-то множества b. Тогда что такое единица a свертка единицы b от x? Давайте просто напишем, значит, это единица a от y, единица b от x минус y. В этом выражении ненулевое слагаемое может быть только если y принадлежит a, x минус y принадлежит b. Правильно? То есть x минус y это b, какой-то элемент из b, а y принадлежит a, то есть y это какой-то элемент из a. То есть произведение вот этих характеристических функций ненулевых, тогда x минус a равно b. Для a элемент из a, и для b элемент из b. Но иными словами x записывается в виде a плюс b. Правильно? И значит свертка, свертка это просто-напросто на языке, значит, обычном, нашем, земном. Да? Это количество представлений x в виде суммы элемента из a плюс элемент из b. То есть, значит, свертка это число представлений x в виде a плюс b, a из a, b из b.